Всем привет! Сегодня у нас снова видео. Первая часть, оставлю ссылку в комментариях, там посмотрите под видео. Это Анна. Напомню, что она отработала два сезона гидом в Анталии. В первом видео она рассказывала, как вообще юридически и физически попасть в Анталию гидом можно. А в этом видео она расскажет вам о плюсах и минусах, что ей нравилось, что ей не понравилось в этой работе. Собственно, плюсы и минусы этой работы. И вообще, как тебе ощущение? Работа гидом тяжелая? Что ты ожидала, когда ехала, и по факту, что ты получила? То есть твои какие-то мысли, фантазии подтвердились, или ты оказалась все намного тяжелее и печальнее, или вообще, наоборот, легко было? Нет, ну, было, как я и предполагала. Меня, в принципе, готовили к тому, что будет тяжело. То есть, непосредственно, кто этот посредник, который вас отправляет, он вам говорит, да, будет тяжело, но до конца ты этого не понимаешь. Меня больше подготовила мама, что я буду не спать, я буду не доедать, еще что-то, что это будет тяжело. Так оно и оказалось. Вот, то есть, в принципе, ну, по мне не скажешь, что я не доедала, конечно, но все-таки турецкая кухня, это великолепно, но все-таки. Тяжело, да, было к еде? Да, тяжело. Нет, к еде, в принципе, нет, нормально, хорошо было. То есть, первое время, когда ты заходишь в маркет, все ясно, все понятно, печеньки, шоколадки, чипсы, все это одно и то же. Потом, если нормально, покушу шашлычки всякие, хорошо. Хорошо. Просто момент только стоит того, что девушкам очень тяжело, потому что ты начинаешь жрать, что-то попало, особенно в период обучения, когда у тебя стресс небольшой. Две недели все сидят на одних печеньях. Чай. Не было правильного питания. Печенье. Да, то есть, потому что питание мы себе сами организуем, то есть, жилье у нас есть, все это, да, но покушать, будь добр, сам. И мне кажется, когда переехал, только ты ни языка не знаешь, куда обратиться, где покушать, вот это, да? Ну, у нас, в принципе, же доставка была, как и, в принципе, здесь, в Стамбуле, например, можно с ресторана заказать. Но вы же языка не знали, как он заказывает? Нет, мы заказывали, у нас же есть охрана вложенная. А, можно попросить? Да, можно попросить, кто из ребят. А по-русски-то понимали, вот в Анталии это было, очень много по-русски говорят вообще. В самом городе, в центре, на ломаном английском, например. А по-русски? По-русски кто-то понимает, кто-то нет, поэтому надеюсь на то, что в Анталии говорят русский. Я просто перебью, я думала, что столько туристов русских, что многие по-русски много чего понимают, нет. В отелях, да, в отелях с вами будут говорить по-русски, и в центре города с вами никто не обязательно говорит по-русски. Это гостям, кстати, и говорила. То есть, это центр города, там... Каким ты гидом работала? Трансферный гид. Трансферный гид. Ты трансферный гид, кто забирал из аэропорта в отель и туда-обратно. Можно еще каким гидом быть? Тургид. Это экскурсии? Это экскурсии, экскурсионные гиды, которые проводят развлекательные экскурсии, спортивные, исторические экскурсии. У нас проводят кокардные гиды, это историки, турки, которыми есть историческое образование. А еще эти есть гиды... Отельные. Отельные, да, которые в отеле приходят. Это уже... Это уже... Это матерые, да? Да, это ребята, которые... Это бывалые. Это которые, сколько, ну, лет 5-6 проработали. Может, чуть меньше, трансферными тургидами, потом уже сидят в отеле, непосредственно продают экскурсионную программу, оказывают какое-то содействие, но тут в зависимости от человека. Честно скажу, в зависимости от человека, то есть можно ожидать помощи, можно не ожидать. А если ты первый раз, ну, второй, третий едешь с своего города, никогда там не была или что-то такое, ты можешь только рассчитывать на трансферного гида, который... должность, который отвозит людей из отеля в аэропорт туда-обратно и все, да? То есть никуда выше ты сразу никак не попадешь? Ну да, да. Только так. Зарплата разная у трансферного, отельного? Да, да, если честно, разная. Потому что ленивый отельный гид будет за месяц получать, ну, полторы тысячи долларов. Ленивый. А, значит, это, значит, немного продавая... Да, совсем, да. А если ты хорошо втюхиваешь, продаешь? Ой, ну там... Процент, да, не имеет? Процент, конечно. Нет, процент с продаж. А гид, который, вот как ты была трансферный, у тебя чисто голый оклад идет, да? У меня идет... Чаевые какие-то? Сейчас объясню, какая система. У нас была зарплата в банк. Квалось нам, квалось, ложилось. Неважно. Поступали. Поступали деньги, да, средства нам поступали на счет банки в турецком. Это было в лирах. Минималку оплачивали же, да? Социально которая, да? Две тысячи двадцати лир в этом году было. И что еще? И в долларах нам в конверте накатка приходила. То есть одна программа, то есть без разницы, arrival, прибытие гостей, либо departure обратно ты отводишь в аэропорт. Перебью. Одна программа, что такое? Расскажи. Программа, ну вот, это тяжело, мне сейчас объясню. Ну просто это от отеля, ой, от аэропорта довезла до отеля, это программа считается. Да, да, да. Программа закончилась, ты за нее денежки получила. Да, да. Вот. То есть за одну программу, то есть arrival, прибытие гостей, либо departure, когда ты гостей отводишь уже в аэропорт, ты получаешь три бакса. Ну, это было у нас где? В Анталии, Белек, Кемер, Сиде, я не помню сколько, Аланья, 100% было 4 бакс, только за счет расстояния. И за километров. Да, и за километров. Но они не могли делать, наверное, больше трех, наверное, программ в день, потому что на расстоянии это нереально, конечно. Анталия, вот как я второй год проработала, мы могли катать по 6-7 программ. По 6-7. То есть, ну, это буквально, но программа длится минут 20 для первых отелей, если центр города, можно застрять там до 3-х часов. Что в твои обязанности входило, пока ты везешь туристов? Ответственность там за них, чтобы их там не потерять? Да, конечно, конечно. Что-то им рассказывать? Ну, встречала у автобуса и гостей. Посчитала по головам, да? На такой момент, то есть наш туроператор, он предлагает три вида трансфера. Три. Это групповой трансфер, когда вас сажают в автобус. Автобус может быть совершенно любой. Может быть, огромный на 40 человек, может быть, средний на 23, там, 25 человек. Маленький на 12 человек, это как наша маршрутка. Все-таки, о, у нас маршруточка. Конечно, 12 человек. И Vito, это по типу легкого автомобиля, только чуть побольше, на 6 человечков примерно рассчитан. Это без разницы. Групповой трансфер могут в любую машину посадить. Абсолютно без разницы. Индивидуальный трансфер. Сами понимаете, семья отдельно платит денежку. Сколько? Это туроператоры, все данные. Ну, там, слушай, я боюсь ошибиться, кстати, я не смотрела. Может, баксов 60. Ну, там от расстояния... Путевки свои доплачиваешь, да? Путевки доплачиваешь и едешь один совершенно. Ты вольный делать все, что хочешь. Ну, кроме, конечно же, там, материться в автобусе. А так ты можешь гиды заткнуть. Кстати, такие моменты бывали. Поэтому индивидуальный трансфер... Ты царь бог, да. Ну, индивидуальный трансфер. Мы встречали гостей с табличкой. С табличкой мы их не встречали, кстати. Встречаешь просто на доске принимающей стороны. То есть, когда гости вышли с аэропорта, ты их забрал на доске и провел в машину. И элитный трансфер. Это самый интересный момент трансфера. Это самые такие отели по типу Макс Ройл, Регнум, Элла Квалити, Юбилейки, Сусесси. Достаточно такие обеспеченные все риксосы почти. Это элитный трансфер. То есть, ты их встречаешь тоже на доске, но в чем суть их трансфера? Там они максимум заезжают в два отеля. Ну, понятно. Максимум могут заехать в два отеля. Но момент того, что под конец сезона, когда уже мало гидов, элитные отели могут запихать в большой автобус. Обычно они на маршрутке, да. Обычно они ездят на маршруточке 12 человечков. В итоге их запихивает в большой автобус. Они могут там первыми, вторыми выйти, и потом дальше проедет автобус. Вот. Элитный трансфер тоже хорошо, но лучше брать индивидуально. Если вы хотите, в законе гида ничего не слушайте. Вот, твоя обязанность это рассказать какую-то историю? Да, то есть не... Ну, в смысле, историю Турции, что ты рассказывала? Все же. Сейчас объясню. Ну, политика моей компании в том, что трансферный гид, это не Тургит, он не должен ничего об истории рассказывать. Сколько бы вы меня не спрашивали, расскажите что-нибудь, ты должен ехать на экскурсию. Я не должна выделить этими данными, хотя я разбираюсь, я понимаю, что происходило, я ничего им не скажу. То есть, я встретила гостей, посчитала, все, мы поехали в отель, оглашающим список отелей, что как мы едем, буквально там, какая погода, сколько времени, потому что регионы были разные, и Сибирь, и Владивосток у меня как-то был. Вот, очень далеко ехать людям, поэтому нужно в первую очередь их сориентировать по времени, по погоде. По отелю, если что, как-то там помочь, ну, приедем, там, заселим, типа, на самом деле я не ждала столько. И самый главный момент, это вывести их на инфо-встречу к отельному гиду. То есть, завтра, то есть, на следующий день они должны выйти к отельному гиду, познакомиться с элементарным. А если не пришли? Я тут турист, который не приходил на отельные встречи, что за это кому будет? Спасибо, спасибо. Сейчас объясню такую систему. Ну, то есть, вышел человек хорошо, просто вышел с документами, познакомился там номерами телефонов, на крайний случай обменялись, с гидом и все, отошли. А если не вышел, тут в зависимости от гида, который сидит в отеле. В основном, ну, это были гиды, которые достаточно долго работают, они все сами понимают, и есть достаточно хорошие, которые, ну, высшему начальству тебя не сдадут, что там что-то вот, ну, не вышло у тебя. Радно, я думаю, у тебя одна семья не вышла, но если у тебя не вышло 13 человек, ты в один отель везла, то 13 человек. Штраф какой-то был? Штраф нет, штрафы, кстати, почти не выписывали за это дело, просто могли позвонить наорать. Ну, это нормально, типа, ты не выполнил свои обязанности. Я правильно понимаю, что все эти выходы и передачи клиентов, это продажи всяких экскурсий, это только на то, чтобы вы денежку заплатили? Ну, если честно, я как, вот, я была бы ответственным туристом, потому что, когда мы с родителями отдыхали, 13 лет мне было, я орала, пойдемте на встречу с гидом. Поэтому, да. Ну, в этом году стали очень много требовать от нас, хотя, чуть ли не в автобусе продавайте. Хотя мы не имеем права продавать, да, мы не имеем права продавать, никакого нет, мы не продавали отельного гида, то есть сейчас продажа, там, маленькая экскурсия, была ни о чем, потому что начинается кризис, конечно, всем мало денег. Вот, расскажи, ты два раза, два сезона отработала, первый и вот второй, и в стране, пока ты была в Россию себе, отдыхала, в Турции был экономический кризис, все дела, плохо стало с туризмом, со всеми делами экономическими, разницу ты почувствовала на себе, когда приехала. И поэтому у тебя впечатления, как я поняла, остались не очень приятные от этого сезона, ты бы не хотела сейчас повторять свою работу. Расскажи вкратце о главных таких тезисах, минусах, что тебе в этом сезоне, в последнем не понравилось, почему ты не хотела возвращаться сюда? Ну вот, повторюсь, попустительство было очень сильное в этом году, то есть проспать было как нечего делать, то есть у нас работа весьма сложная, только потому что мы должны были вставать ночью, там, в часу-два, в другой день ты встал, тебе повезло в шесть часов утра, то есть ты мог абсолютно без проблем проспать. Ночью окей, раз будят, днем вообще всем было у нас абсолютно. А раньше будили всех? Да, абсолютно. Звонили там, что ты где и что и как, поэтому просто с вечера тебе приходят в такую вот программу, у нас все было, кстати, автоматизировано, все в телефоне, компания позаботилась у нас, такая была программка в телефоне, как там обычные там игры-приложения, заходишь, и тебе приходят твои программы на следующий день. То есть ты там уже видишь, какое у тебя свободное время будет, будет ли у тебя свободное время вообще или нет. В основном оно бывало в середине сезона, то есть гидов было достаточно. А зарплата такая же была, как в прошлом году экономика? Мне повыше. Повыше стоило. За второй год дают чуть побольше. Потому что ты уже этот ветеран повысили. Да, конечно, поэтому за второй год тебе идет надбавочка, за третий также идет надбавка, но за этим гнаться не стоит. Небольшая? Да, ну там долларов может 15-20 было. Ну, в любом случае, то есть попустительство было в этом году очень сильное, что мне не понравилось. Что еще? С турками как контакт с водителями? Ну, это отдельная тема на самом деле. То есть, есть нормальные люди, есть неадекваты. То есть реально, но нужно просто войти в положение человека тоже, потому что порой некоторые нереально живут в своих машинах. Правда. Поэтому еще аварии эти частные? потому что они очень сильно устают. У нас несколько случаев тоже в этом году было, у разных туроператоров происходило, что просто водители засыпали, потому что они не высыпались, и, ну, было тяжело достаточно. Нет, люди есть хорошие, повторюсь, есть плохие, поэтому у меня буквально в том году у меня ни одного случая не было плохого. Почти ни одного. Конфликта какого-то? Да, вообще ни одного. В этом году что-то пошло чуть не так, с одним все-таки я с человеком поругалась, а потом, кстати, помирились. Знаете, ну, прости ее, нет, ну, ладно. А, может, они, кстати, вот водители, мне интересно, они наемные в вашей туркомпании, или сами по себе, это их автобусы? Сейчас объясню. У них, терки были с туркомпании, поэтому они какие-то озлобленные. Чуть-чуть, да, они могут быть озлоблены, потому что есть у нас два типа. Это вот наши машины офисные, которые водители там реально работают по лет 10, они, кстати, очень хорошие, потому что, ну, прям реально они относятся к их как дочке, они реально очень хорошие люди. Машины есть офисные, они особо за ней как бы и не напрягаются, ну, офисные, офисные. Короче, перебью, обычный водитель наемный, короче, пришел утром на работу, сидел в машину. А есть еще у которых свои машины, это уже сотрудничающая компания, субподрядчик. Вот, и у них у кого-то свои машины, у кого-то тоже там шеф над ними стоит, то есть везде по-разному, они могут поистерить, и они, например, ну, нас вообще никто не имеет права после 8 вечера, до 8 утра оставлять нигде. А вот днем тебя могут оставить в последний мотель. То есть он привез водитель гида с туристами, высадил это последний, просто и поехал, ты остаешься? Да, могут оставить. А как ты возвращаешься на работу? звонишь в офис, звонишь в офис, тебя там машины отправляют за тобой. Вопрос, а почему они в каком-то автопарке, в отстойнике каком-то, ждут следующих заказов вот этих на туристов? А не смотри, у них тоже, как ему смысл-то какой? У них же тоже программы приходят свои, то есть он тоже с вечера знает, когда у него будет что, свободное время, какое будет занято. И, например, буквально бывает этот момент, что мне привозят, мы приезжаем в последний отель, ну, что-то вот долго, гости выходили долго с аэропорта, ждали, но ушел, а ему уже нужно ехать. Либо просто там гид ему не нравится, он его оставил. Такое тоже может быть, и не удивляйтесь. Я удивлена. Меня очень часто не возили из Анталии, потому что мой дом был в Кунду, это где все отели 5 звезд, а мы в центре Анталии, и водителю там из своего дома 5 минут. Думаешь, он будет возвращаться, да, думаешь, он будет возвращаться ради меня. Это днем было или ночью? Днем, если днем, да, ночью, это водителю все мозги вынесут, но тебя домой привезут. Я просто в шоке. А у них, получается, новая программа, задания приходят, но уже с другим гидом просто, поэтому он у тебя после откатал, и у тебя прессы плюнул, и ты ему вообще уже. Потому что с той компанией, с которой мы работали, там работало порядка, наверное, трех-четырех туроператоров, помимо моей компании. просто я вообще удивлена, что бросить там что-то могут. Ну, ночью нет, ночью никого не имеют права, никто тебя не оставит. Днем, да, при том, что ты, например, выходишь, я вот как взяла, у меня было в последнее время очень ужасные программы, то есть ты выходишь в полночь и катаешь до восьми утра, до девяти, ты в лажмон даже не заходил в свою очередь, и тебя еще оставляют в последнем отеле. Ты звонишь уже операционную, ну, человек, который решает все твои проблемы, то есть там, где моя машина, еще что-то, чуть ли не со слезами, говоришь, отправь мне машину. Потому что такси приходило, какое-то? Нет, служебную тоже нашу машину. А у вас какой-то шофер там есть, который вас ездит, подбивает? Бывает, да. Либо машина там, девочка там едет, гостей везет, последний отеле отвезла, тебя забрала. То есть такое можно тоже. Понятно. Еще какие-то минусы есть, нет? Ну, только вот, не досыпь, не доед, не доед, это не то слово. Но отношение такое, что-то еще, ну, оно такое вот минимальное. Все просто устают к концу сезона, да, все на нервах абсолютно. Поэтому, какой еще минус? Деньги. Деньги. Под конец сезона были такие случаи, что, это, конечно, прямо грязь, но кто-то крысил, кто-то лямзил деньги. Каким образом? В общежитии, просто я не знаю, кто-то... Почему он так делал? Я не знаю, как так получалось, у нас есть даже сейфики, но им вообще никто не пользуется, представляешь. Я вот сколько жила, я все время комнату закрывала на ключ. Все время комната была закрыта, а у кого-то тырели деньги. И причем в этом году девочки стерили денежку, знаешь как, не то, чтобы 100 баксов забрали, а маленькие, например, 5, 20. Так с кем она живет в комнате, получается? Нет, нет, скорее всего нет, потому что, ну, они с девочками, прямо лучше подружки были, кто-то может зайти в комнату, типа, если она открыта. Ну да, есть такое, но я не знаю, в чем момент этот был, но общежитие у нас хорошее, кстати, там просто даже по камерам особо, ты не поймешь, кто это заходил, кто это сделал, например. Понятно. Поэтому закрывайте двери в дом. Просто такая мораль. Ну ладно. Вот, если тема вам интересна, то ставьте лайки, нам будет очень приятно. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.